Друзья, сегодня годовщина со дня рождения одного из величайших сыновей Индии, Сардара Балабхай Пателя. Он был великим борцом за свободу, великим руководителем, патриотом и, больше чем кем-либо еще, объединителем Индии и очень дорогим для Махатмы Ганди человеком. Я должен поздравить культурный центр имени Дживахарла Ланеру в индийском посольстве в Москве с этим решением провести празднование в честь достижений и жизни этого великого лидера. Самая сложная задача, с которой Индия столкнулась 15 августа 1947 года, когда она обрела независимость, заключалась в наличии более 560 княжеств на ее территории. Эти княжества, некоторые маленькие, некоторые большие, занимали 2 пятых земли и присутствовали в каждой части страны. Согласно решению британского правительства, каждая из княжеств имела право объявить независимость или стать частью Индии или Пакистана. Интеграция этих княжеств в Индийский Союз стала самым большим политическим и административным вызовом, с которым страна столкнулась в день независимости. И человек, который взялся за решение этой проблемы твердой рукой, был никто иной, как заместитель премьер-министра и министр штатов Сардар Валабхай Патель. Благодаря его исключительной решимости, проницательности и таланту к государственному управлению, включение всех этих княжеств в состав Индии стало возможным. Также верно, что без Сардара Пателя это невозможно было бы сделать. Страна, кроме того, обязана Пателю за многие другие фундаментальные инициативы, включая идею центральных служб. И все же со времен Джавахарлала Неру Сардар Патель не получил должного места в национальном сознании Индии. Процесс интеграции был сложным и болезненным. Например, Низам Хайдарабада, будучи на юге Индии, объявил, что его княжество войдет в состав Пакистана. В ответ на это, как цитируют, Сардар сказал, что он не потерпит непереваренные куски в желудке Индии. Он направил армию, чтобы взять управление под свой контроль и интегрировать Хайдарабад в Индийский союз. Если бы не его проницательность, часть Пакистана появилась бы в Южной Индии со всеми сопутствующими этому проблемами. Другим таким княжеством был Джунагадх, который располагался на территории, известной сейчас как штат Куджарад. Джунагадх был еще одной проблемой. Правитель этого княжества, которое было окружено другими княжествами, вошедшими в состав Индии, подписал документы о присоединении к Пакистану. Без Сардара Паттеля у нас была бы еще одна часть Пакистана на территории, являющейся сейчас Буджаратом. Наваб Хопала и Махараджа Индоры сопротивлялись интеграции с Индией. Наваб хотел, чтобы Хопал оставался независимым и имел дружественные связи с обеими странами. Это казалось невероятным в то время и даже позже. Вопрос с собой и правителями нужно было улаживать. У Махараджа Джотфура были собственные требования. В.П. Минон, секретарь в отделе штатов, тесно работавший с Сардаром Паттелем, а также автор самого авторитетного отчета о событиях в инон независимости, в своей книге «Интеграция княжеств» писал, Махараджа был готов присоединиться к Пакистану, потому что Джинна поставил подпись на чистом листе бумаги и попросил Махараджу перечислить свои условия. Но в конечном счете Махараджа был тактично уведен от идеи присоединения к Пакистану. В.П. Минон приписывает успех операции «Интеграции» мастерству и управленческим навыкам Сардара Паттеля. Хотя он был известен как «железный человек Индии», его неизменная вежливость вызывала уважение у правителей княжеств, и они следовали его советам, не подвергая их сомнениям. В учредительном собрании Сардар Паттели писал интеграцию княжеств как довершение идеала географического, политического и экономического объединения Индии. Идеал, который в течение многих веков оставался далекой мечтой, который казался отдаленным и трудным для достижения даже после обретения независимости. Интеграция этих княжеств в состав республики Индии была, возможно, самой грандиозной задачей, которая когда-либо стояла бы перед политическими лидерами мира ввиду ее высокой сложности. Сардар Паттель понимал, что если бы у каждого Махараджи или Наваба был свой собственный путь, Индия осталась бы в лохмотьях и с несколькими нежизнеспособными независимыми государствами, а еще с государствами, преданными Пакистану и находящимися внутри самой Индии. Это привело бы к врожденным недугам, которые подвергли бы опасности, единства, целостность и внутреннюю безопасность независимой Индии в самый день ее появления. Только настоящий стратег и борец за национальное освобождение мог разобраться в этом лабиринте и представить в результате объединенную Индию. Паттель говорил, что ситуация действительно была чревата неизмеримыми потенциальными возможностями разрушения. При поддержке ВП Минона Паттель уговаривал и при необходимости заставлял правителей подчиняться и в конечном счете входить в состав Индии. Кроме такого громадного достижения, как и объединение Индии, Сардар Паттель способствовал замене индийской государственной службы, функционировавшей во время британского правления, на индийскую административную службу с целью обеспечить стальной скелет управления в Индии. Он достиг много других успехов, включая его твердой и одновременно полной заботы подход к проблеме беженцев после разделения страны, а также его решительный шаг послать в оперативном порядке вооруженные силы для спасения Кашмира, после того, как Махараджа Джамму и Кашмира задержал решение о подписании документа о присоединении, а также историческая роль Сардара, которую он сыграл в восстановлении храма Сабнадха в Куджарате, который был в руинах на протяжении веков. Немногие мировые политические лидеры могут похвастаться таким феноменальным вкладом в развитие своей страны. Однако, к сожалению, вклад Сардара Паттеля оставался непризнанным в течение многих десятилетий. Только сейчас при правительстве Норендры Моди было предпринято множество инициатив. Так у нас была возведена статуя Единства, которая является статуей Сардара Валабхая Паттеля в Куджарате и которая по случайному совпадению стала самой высокой статуей в мире. Там также открылся музей, и все это сегодня является крупнейшей туристической достопримечательностью в Индии. Многие члены учредительного собрания, которые работали над Конституцией Индии, признали феноменальный вклад Сардара Валабхая Паттеля в объединение Индии. Доктор Потапхи Ситарамайя сказал, что когда он слышал речь Сардара Паттеля, он чувствовал подъем, словно его привели в новый мир, в сказочную страну. Тану Пилай отметил, что работа Министерства Штатов была действительно чудесна. Энни Маскарин восхищалась мудростью того, кого она называла индийским бисмарком, мудрость и опыт которого не имели равных. Она произнесла это впервые в мировой истории, когда 400 миллионов человек начали самоуправление. Р.К. Ситхва описал объединение Индии как момент гордости для страны. Тогда казалось, что Сардар Паттель овладел волшебной лампой и осуществил все это. Поправки, которые теперь предлагаются относительно положений Конституции, применимой к Штатам, воплотили результаты бескровной революции, которая в обостренный период преобразовала внутреннюю и внешнюю организацию штатов. Сардар Паттель заявил собранию, что новая Конституция определила эти Штаты и объединяет всех их, и это является действительно замечательным событием. Интегрируя 560 княжеств в значительные территориальные единицы, с полным устранением векового самодержавия индийская демократия одержала большую победу, которой принцы и люди Индии одинаково должны гордиться. «Это успех, который должен вознаградиться для любой страны, и полное устранение векового самодержавия действительно большой триумф», сказал Сардар Паттель. Говоря об Индии прошлого, Сардар Паттель отметил, что это урок истории, что вследствие политической фрагментированности и неспособности иметь единую позицию, Индия переживала и страдала от волнов внешних захватчиков и внутренних конфликтов, а также их последствий. Это прошлое явилось причиной многих наших поражений и жертв, понесенных от иностранного господства. Мы не можем позволить себе совершить те ошибки и попасть в эти ловушки снова. Паттель говорил, «Мы находимся на пороге независимости. Это правда, что мы не были в состоянии сохранить единство страны полностью невредимым на заключительном этапе. Это случилось из-за создания Пакистана». Также он сказал, «Фундаментальная однородность культуры и чувства, укрепленного логикой взаимного интереса, продолжат управлять Индией после обретения независимости». И он обратился к людям, «Не дайте шанс будущему поколению корить нас за то, что мы имели возможность, но не смогли использовать ее во имя нашего общего блага». Сардар Паттель ввел Индийскую административную службу взамен Британской Индийской государственной службы. Он хотел, чтобы Индийская административная служба была стальной опорой Индии. Он также говорил о необходимости введения кодекса поведения государственных служащих. «Вы пионеры Индийской службы и будущая служба будет зависеть от основ и традиций, которые будут сформированы вами, вашим характером, способностями и вашим духом», говорил он. Дни Индийской государственной службы старого стиля окончены. Мы создали административную службу Индии, которая стала значительным и эпохальным изменением. Во-первых, это передача власти от иностранцев к индийской нации. Во-вторых, это знаменует инаугурацию служб во всей Индии, осуществляемых исключительно индийцами и находящихся полностью под контролем Индии. В-третьих, службы теперь будут свободны исполнять роль национальным служб в своей ежедневной работе. Прежде чем я завершу, я хотел бы поблагодарить культурный центр имени Дживахарлала Неру при посольстве Индии в Москве за решение праздновать годовщину со дня рождения Сардара Пателя столь уместным способом. Я действительно надеюсь, что это станет ежегодным мероприятием. Да здравствует Индия! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...